Сердце мое Сердце мое Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Живем Одним тобой Сердце мое Господь Для тебя одного Сердце мое Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Живем Одним Сердце мое Господь Для тебя одного Сердце мое Сердце мое Я буду славить тебя Бог Мой Всех, что есть Славить тебя Бог Мой Всех, что есть Славить тебя Иисус Сердце мое Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Живем Одним тобой Сердце мое Господь Для тебя одного Сердце мое Сердце мое Сердце мое Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Живем Одним тобой Сердце мое Иисус Для тебя одного Сердце мое Бог Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты возвел меня на высоты свои Добавил DimaTorzok 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 Дорогой друг, мы рады приветствовать тебя! Добавил DimaTorzok 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 от всякой болезни, неизлечимой болезни. Просто ожидай сегодня, ожидай от Него. Просто открой сердце свое для Него, и ты получишь свое исцеление. Аллилуйя, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты проявишься сегодня своей силой, Господь, для каждого человека. Может, пусть каждый, кто ожидает, Он просто примет свое исцеление, Отец. Пусть каждый, кто жаждет, Отец, просто получит это исцеление во имя Иисуса Христа, потому что только Ты способен забрать всякую болезнь, и только Ты способен избавить нас, Господь, от всякой болезни. Только Тебе вся слава, Господь! Аллилуйя! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя, Господь наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Достойцы хвалы! Достойцы хвалы! Начало и празднец, величие вынес Ты достоин славы, достоин всех хвалы Достоин всех хвалы Начало и празднец, величие вынес Ты достоин славы, достоин всех хвалы Достоин всех хвалы Начало и празднец, величие вынес Ты достоин славы, достоин всех хвалы Достоин всех хвалы Начало и празднец, величие вынес Ты достоин всех хвалы Славы, достоин всех хвалы Славы, достоин всех хвалы 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Достоин всей хвалы 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 Великая венец, Великой славы Достой всех малых Достой всех малых Начало и конец, Великая венец, Ты достоин славы Достоин всех малых Достой всех малых Начало и конец, Великая венец, Ты достоин славы Но и конца, Великая венец, Великая венец, ты достоин стоих Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Свои славы, о-о-о-о. Но Иисус, не в таком отборке. Ты такой один. Но Иисус, достоин славы, ты, Бог. Иисус, оставим все счастья, Бог. Иисус, не в таком отборке. Нужно мне, Бог. Ты знаешь, что нужно, если я Иисус. О, И Бог, О, Иисус, ты всегда рядом. О, Иисус, твоя рука всегда рядом. Иисус, ты говоришь, никогда тебя не вспомнил. Ты говоришь, меня всегда рядом, что бы ни случилось. Какие обстоятельства вокруг тебя не смущали. Иисус, ты говоришь, если мы будем славить тебя, то все пройдешь, если не остановишься. Если ты будешь твердо стоять на славе твоем и не усомнился, это есть вера Иисус. А кто надеется на тебя? Никогда не был поздравлен, но его ждать победы. Иисус, спасибо тебе, Иисус, за твою любовь, за твою силу. Иисус, спасибо тебе, за то, что ты прямо сейчас наполняешь каждое сердце. Каждый, кто к тебе поклоняется сейчас, кто поднимает руки твои к тебе, Иисус. Ты наполняешь твои души, ты говоришь прямо в сердце. И голос твой твой такой ясный, твой голос такой сильный. Твой голос говорит сейчас, наше сердце. Он говорит, что я с тобой, и я хочу наполнять тебя. Я хочу дать тебе то, что тебе нужно, то, что ты просишь у меня. Иисус, мой Иисус, мы будем славить тебя, Господи, сейчас. Мы будем поднимать тебе свои руки, поклоняться тебе Богу великим. Иисус, мой Иисус, мы будем славить тебя, Господи, сейчас. Иисус, мой Иисус, мы будем славить тебя, Господи, сейчас. Иисус, мой Иисус, мы будем славить тебя, Господи, сейчас. Иисус, мой Иисус, мы будем славить тебя, Господи, сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 За то, что ты пришел в жизнь каждого из нас. Мы благодарны тебя за любовь твою, которая действительно безмерна. Отец наш, любящий, любящий, любящий Бог. Мы славим тебя в этот день. Мы прославляем тебя за имя твое славное, твое имя любовь. И ты на этом месте для того, чтобы наполнять любовью каждого из нас. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, драгоценный Дух Святой. Мы благодарим тебя за то, что ты сейчас наполняешь этот эфир. За то, что ты наполнил сейчас те места, где есть люди, которые подключаются к эфиру. За то, что ты наполняешь каждого друг святого, друг святого, друг святого. Мы благодарим тебя за могущество силы твоей. Мы благодарны тебе за обилие славы твоей, которую ты восхотел и злить на жизнь каждого из нас. Спасибо тебе за это чудесное мгновение, соприкасаться с тобой, живой, любящий, славный царь. Аллилуйя, мы прославляем тебя, мы возвеличиваем твое святое имя. Ты достойный, ты достойный, ты достойный. Аллилуйя, давайте громко восстать и колду в нашу. Аллилуйя. Дорогие прославители, вы вообще просто такие удивительные, замечательные. Слава Богу за вас. Давайте уже чуть-чуть. Дорогие друзья, я рад приветствовать каждого из вас. Хочу поприветствовать всех тех, кто подключился недавно к эфиру. Хочу сказать, что у нас сегодня служение исцеления. Дорогой друг, я хочу призвать тебя ожидать сегодня движение Божье. Хочу призвать тебя, чтобы ты открыл свое сердце. Знаешь, это не мое служение, это не служение каких-то отдельных людей. Знаешь, но Бог сегодня, Он собирается прикоснуться к твоему сердцу. Бог сегодня хочет прикоснуться к твоему телу и изменить его. Аминь. Аллилуйя. Такая благодать Божья. Просто. Сегодня, знаешь, я когда молился за этот эфир, и Бог сказал мне несколько мыслей. Я хочу поделиться этими мыслями, и дальше мы будем молиться. Дальше мы с командой будем высвобождать те слова благодати, которые поменяют твою жизнь. Мы будем пророчествовать в жизнь каждого, кто подключился к эфиру. Эта молитва будет пророческая для каждого человека, кто будет просматривать этот эфир в записи. Друг, дорогой, я хочу тебе сказать, что Божье Слово, оно действенно, оно живо, и оно непоколебимо. У Божьего Слова нету срока давности. Этот эфир будет менять твою жизнь с каждым просмотром. Твоя жизнь будет меняться, и эта молитва, она призвана Богом изменить жизнь многих людей. Бог показал, что эта молитва, она будет как хлеб, как пища, которую можно будет пережевывать снова и снова. Эта молитва призвана действительно реформировать всю твою жизнь. Эти истины, которые Бог хочет сказать, они будут фундаментальными, и эта молитва, значит, ты просто возьми ее не только для себя, но распространи среди людей, которые нуждаются в исцелении, которые нуждаются в свободе от Бога. Аллилуйя! И хочется начать с основы. Знаете, Бог, Он сказал сегодня, когда молился, Он говорит, скажи моим детям, что я люблю их. Нет другого основания для исцеления, кроме Его любви. Исцеление – это дар, который приходит в твою жизнь. За исцеление, да вот, многие люди придумывают разное учение о том, что ты должен покаяться, ты должен что-то сделать со своей жизнью, ты должен, 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 должен. Но, а где место благодати Божьей? Где место Его любви? Вы знаете то, что Божье имя есть любовь? Самое первое проявление Божье – Он любящий Бог. Он не просто какая-то личность, которая сидит где-то там на небе, какой-то дядька с бородой, который наказывает тебя за каждый неверный твой шаг. Если бы так было, мне кажется, уже вообще бы не было человечества. Но Божье имя есть любовь. Его проявление – это любовь. И я хочу тебе сказать, дорогой мой друг, может быть, ты до сих пор еще носишь внутри себя эту проблему, эту болезнь, потому что какая-то вина, какой-то грех, он до сих пор тюкает и давлеет над твоей жизнью. Но я хочу тебе сказать слова, которые ободрят тебя. Эти слова, они сильны поменять всю твою жизнь. И я хочу сказать тебе, что ты не виноват. Я хочу сказать тебе то, что Бог пришел в твою жизнь. Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы убрать всю тяжесть греха. Иисус Христос пришел для того, чтобы не просто забрать какой-то грех, но Он пришел для того, чтобы стать заменой вместо тебя. Друг, послушай, я говорю тебе то, что Иисус стал твоим ответом Отцу. Иисус стал твоим ответом Отцу. Вдумайся в эту фразу. Люди говорят, что ты призван к тому, чтобы исполнять закон, к тому, чтобы исполнять заповеди и жить какой-то благопристойной жизнью. Но Он знал, Бог знал о том, что человек, о том, что ты не сможешь исполнить эти заповеди. И Он послал замену. Он послал своего Сына для того, чтобы в Нем благословить тебя. Он послал своего Сына для того, чтобы в Нем ты имел полное искупление. В том, чтобы ранами Его ты исцелился. Чтобы эта благодать, действительно благодать Божия, Божий дар проявился в твоей жизни. Как любовь, как чистота, как святость. Я говорю сейчас в твою жизнь. Нет ничего, что может стоять на пути к исцелению. Нет никакого греха. Даже если ты ощущаешь какое-то осуждение, какое-то давление греха. Дорогой друг, когда будет молитва, когда мы будем поклоняться, просто скажи, Отец, я отрекаюсь от этого. Оно больше не имеет влияния на мою жизнь. Все, что было в моей жизни ложное, я просто оставляю это. И пусть твое действие будет проявлено. Пусть твоя сила проявится сильнейшим образом. Аллилуйя. Будет так, Испойте. Я верю в то, что твоя сила будет освобождать от угнетения. Уже прямо сейчас я чувствую то, что Дух Святого, Он из кого-то начинает вынимать эти, как шипы. Душа, она начинает выходить на свободу. Душа начинает облекаться в эту чистоту Божью. Аллилуйя. 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 Слава тебе, Господь. Мы двигаемся дальше. Друзья, представьте, то, что Иисус пришел на землю, это было только начало. Иисус, когда ходил физически по земле, Его жизнь была примером проявления Божьего. Когда Иисус общался со своими учениками, и ученики сказали, Иисус, покажи нам Отца, и хватит нам. Иисус говорит, как так? Я ходил все это время с вами, и ты мне говоришь, покажи Отца. Знаете, Иисус был прямым показателем характера Отца. Иисус, ходя по земле, был проявлением Отца. Он был полнейшей копией. С стопроцентным проявлением Отца. И Иисус, когда ты думаешь, хочет ли Бог, чтобы я исцелился? Хочет ли Бог, чтобы моя жизнь поменялась? И я говорю тебе, посмотри на жизнь Иисуса. Каждый человек, который приходил к Иисусу за ответом, каждый человек, который приходил к Иисусу за исцелением, получал этот ответ. Мы знаем, в Писании написано, что в каком-то городе не было исцелений. Но это все было не потому, что Иисус не смог их исцелить. Потому что не было того человека, который бы пришел и попросил Иисуса об исцелении. Эти люди были противниками Божьими. Эти люди, они не принимали Его присутствия во внимании. И они всеми силами отвергали Его. И там не было чудес. Но когда у тебя есть принятие, когда у тебя есть этот голос внутри, твое желание, когда твоя душа говорит, Иисус, я жажду этого исцеления. Я жажду проявления твоей силы. Дорогой друг, твоя жизнь поменяется. Твоя жизнь изменится. И сегодня тот день, когда это будет. Сегодня тот день, когда Божье движение коснется тебя. Представь, дорогой друг, Иисус был на сто процентов проявлением Отца. Он показывал характер Отца. Но вот пришел тот момент, когда Иисус говорит своим ученикам, Я ухожу. Тот момент, когда ученики понимали, что их жизнь была наполнена чудесами, наполнена знамениями, исцелениями, освобождением от демонического влияния. И тут Он им говорит, Я ухожу. Все. Ученики были в ужасе. Но Иисус сказал, подождите. Он говорит, Я не оставлю вас сиротами. Я говорю сейчас, дорогой друг, в прямой эфир, и каждому человеку, кто будет смотреть в записи, я говорю, Ты не один. Потому что Иисус говорит, Я иду на небо, но Я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Сегодня, когда мы говорим за исцеление, я хочу, чтобы эта истина, она просто вошла в твою жизнь и стала фундаментом. Иисус говорит, Я не оставлю вас сиротами. Это слово, сироты, в греческом переводе означает, как человек, который потерял своего Отца. Это слово означает, как ученик, который потерял своего Учителя. И физически так оно и происходило. Когда Иисус уходит от своих учеников, когда Он идет на небо, но Он говорит, Я не оставлю вас сиротами. Он говорит сейчас тебе, Ты не один, и ты не остался сиротой. И Он говорит, Я пошлю другого утешителя. Дорогой друг, это слово, другое, оно в греческом переводе означает алас. Это говорится о Духе Святом. И что означает это слово? Означает такого же вида и характера. Это очень важно понимать. Почему? Потому что Иисус говорит, придет другой утешитель, придет другая личность. Но это не означает то, что Он другой, как будто бы какой-то новый. Он говорит, другой утешитель, как такого же характера, как и Я. Он говорит, придет такой же по своим характеристикам. Мы чуть-чуть раньше говорили о том, что Иисус был проявлением Отца, но что Он был на 100% образом Отца. И то же самое происходит со Святым Духом. Это личность, которая пришла в твою жизнь. Это личность, которая пришла в жизнь Церкви. И каждого человека, который призывает имя Иисуса Христа и говорит его, признает своим Спасителю. Это личность, которая по своему качественному составу, по своим характеристикам, такая же, как и Иисус. Присутствие Духа Святого в нашей жизни, присутствие Духа Святого в твоей жизни равносильно тому, что физически Иисус Христос пребывает сейчас с тобой. Вау! Это совершенно меняет твое представление о взаимоотношениях с Богом. Почему-то религия убрала Духа Святого из молитвы. Почему-то люди говорят о молитвах и общениях с Богом, но они забыли о том, что есть Дух Святой. Дух Святой фундамент твоего общения с Богом. Дух Святой тот, кто проявляет Иисуса в твоей жизни. Дух Святой это тот, кто проявляет любовь Отца. Тот, кто силен исцелять тебя. Тот, кто силен наставлять тебя на всякую истину. И Он делает это. Исцеления не закончились когда-то в Новом Завете. Исцеления не закончились когда-то в раннем христианстве. Бог сегодня силен исцелять. Он хочет это делать. Это Его характер и это появление Его любви. Аллилуйя! И хочется разобрать два примера. Дорогой друг, мы сейчас уже будем начинать молиться, но просто чтобы ты вник в служение и исцеление. Я думаю, все из нас слышали историю, когда апостолы Петр и Иоанн они направлялись в храм. И они увидели больного, который сидел, который просил милостыню, который постоянно сидел там. Ну вот, пример проявления Божьего исцеления. Просто Дух Святой показал какие-то вещи и друг мой, просто сейчас открой свое ухо для того, чтобы увидеть то, что исцеление. Знаешь, как люди говорят, ну я не знаю, захочет ли Бог, чтобы я был исцелен. есть что-то, есть момент, который проявится сейчас на молитве, который проявится в твоей жизни и исцеление придет, оно коснется тебя. Аллилуйя. Это местописание записано в Деянии 3-4 и я буду читать досрочный перевод, то есть вы можете подключаться, смотреть у себя, но вот эти вещи, они на самом деле фундаментальны. Тогда-то Петр вместе с Иоанном, смотревшись в него, сказал ему взгляни на нас. Представь, апостолы стали и говорят этому человеку, который нуждается в исцелении, они говорят посмотри на нас, всмотрись. и я говорю тебе, дорогой друг, когда будет молитва, пожалуйста, пусть всякая суета, она отойдет в сторону. Я призываю тебя максимальной концентрации о том, чтобы ты сосредоточил весь свой взор на движение Духа Святого, когда его помазание будет двигаться, когда его сила будет проявляться, смотри на него. Пусть малейшее движение внутри будет внутри себя ощутимо и твой взор он будет сразу же ловить его. Тогда он своими глазами вцепился в них, ожидая получить от них нечто. Дорогой друг, заметь, что этот бедолага, этот человек, нуждающийся в исцелении, тут написано, он вцепился в них, ожидая получить нечто от них. Когда Божье присутствие приходит, когда Божья слава начинает проявляться на служении, на молитве, для того, чтобы принять исцеление, с твоей стороны должно быть принятие, ожидание что-то получить, потому что мы привыкли входить в Божье присутствие, привыкли молиться, но иногда бывает такой момент, что ты не ожидаешь ничего, как будто вы, ну я пришел вот как обычно, но я призываю тебя, дорогой друг, брат, сестра, ожидай из Божьего присутствия, прикосновения, ожидай движения его силы в своем теле, амилюя. И дальше Петр говорит, у меня нет ни серебра, ни золота, но то, что есть у меня, этакое подаю тебе. И тут он говорит, в имени Иисуса, помазанника Назарея, ты должен восстать. И таки, начиная поступать твердой поступью, и дальше говорится за то, что произошло. Так что, схватив его за десницу, Петр восставил его, вот тогда-то его ступни и лодыжки тотчас же сделались устойчивы. Аллилуйя. Аллилуйя. Представьте, Петр осознавал то, что у него есть что-то. Ты можешь сейчас смотреть на меня и думать, ну, кто я такой? Я могу также говорить, у меня, может быть, нету какого-то красноречия, у меня, может быть, нету ни золота, ни серебра, но то, что имею, то даю. Дорогой друг, за этот эфир, за эту молитву, молились не один день, молились десятки людей, и это помазание, которое будет двигаться, оно призвано исцелять. Я говорю тебе, сейчас твою жизнь, просто увидь. Апостол Петр говорит, что у меня есть это. Он не говорит, а давайте мы сейчас помолимся и спросим, Бог, хочешь ли ты исцелить его? Но Петр заявляет о том, что у него было это. Я хочу тебе сказать, что это было присутствие Духа Святого. Он осознавал, что это у него есть. Это как субстанция, которая пребывает на нем, как помазание, которое пришло на его жизнь. И он говорит, у меня есть оно. Почему я говорю, что это помазание? Давайте мы прочитаем еще раз эту фразу. Когда он говорил, это я подаю тебе, то есть я даю тебе, и что происходит, когда помазание начинает двигаться? Он говорит, в имени Иисуса помазанника на заре ты должен восстать. Что это такое? Как можно Иисусе восстать? помазание? тут он говорит, когда начинается движение? Что такое помазание? Когда Христос начинает двигаться, вот это помазание, Божья сила, она начинает проявляться в твоем теле, ты начинаешь ощущать, может быть, жар, какое-то покалывание, может быть, как электричество начинает ходить по тебе. Просто в этот момент он говорит, когда ты начинаешь это ощущать? Он говорит, начинай ступать твердой поступку, он говорит, когда ты начинаешь ощущать движение помазания, сразу принимай исцеление, когда ты начинаешь чувствовать, как сила Божья касается тебя, в этот момент просто я исцелен, начинай проверять, если у тебя были проблемы с суставами, начинай сразу же проверять, боль должна уйти во имя Иисуса. Я хочу привести пример, это слово исцеленный, знаете, это пророчество на твою жизнь, и здесь рассказывается о том, что этот человек был исцеленный, такой же исцеленный я, как-то на молитве я стоял, молился, поклонялся Богу, и я даже не просил заболеть, но вот что произошло, я стоял, поднявши руки, поклонялся, молился, и я ощутил жар и холод у себя в почках, наше проявление помазали, я ощутил, что Бог что-то делает, и я понял, я исцелен, и я призываю тебя сделать точно так же, просто когда ты начинаешь ощущать, пусть исцеление, оно моментально проявляется, сразу же хватайся за это и говори, я исцелен, у меня были проблемы с почками, у меня были камни в почках, на протяжении нескольких лет, каждые полгода меня забирали в больницу, я лежал, там, мне делали операцию, один раз в месяц лежал, потому что сразу с одной стороны камни были, потом с другой, и представь, в один момент Божья сила двинулась, и вот я стою и свидетельствую о том, что прошло уже около шести лет, и не было никаких проблем с камнями, не было никаких проблем с почкой, Аллилуйя, я хочу восстать всю славу нашему Богу, дорогой друг в эфире, ты можешь прославить Иисуса, и я это говорю не для того, чтобы показать, какой я счастливчик, но я говорю это для того, чтобы внутри тебя появилась вера, внутри тебя что-то произошло, потому что я верю, если Бог произвел это чудо в моей жизни, Он силен произвести это и в твоей жизни, Он силен проявиться для тебя, Аллилуйя, слава тебе, Господь, и еще один пример исцеления, еще один пример человека, которого Писание описывает как исцеленный, я думаю, все помнят об исцелении в субботу возле купальни, представь картину, Иисус приходит туда, там лежат разные люди, но Он замечает одного, Он замечает человека, и смотрите, это записано в Иоанна 5-6, Иисус увидел Его лежащего и узнав, что Он лежит уже долгое время, говорит Ему, хочешь ли быть здоровым, Иисус видит и Он узнал информацию, то, что этот человек уже долгое время находится в болезни, то, что этот человек, он долгое время находится в немощи, в какой-то склонности, может быть, это сказано сейчас за тебя, дорогой друг, Иисус, Он говорит тебе прямо сейчас, хочешь ли ты быть здоровым, если посмотреть со стороны и сказать, Иисус, ну неужели ты не видишь, и неужели это непонятно, но Иисус говорит это для того, чтобы ты сам осознал, есть люди, которые уже свои болезни настолько укоренились, что они просто сказали, ну, значит так, значит я буду жить с этим, они ничего не делают со своей болезнью, но Бог тебя спрашивает, хочешь ли ты быть здоровым, хочешь ли ты сегодня принять полное исцеление, дорогой друг, задай себе этот вопрос, услышь сейчас голос Иисуса Христа, который звучит духом в твою жизнь, хочешь ли ты быть здоровым, хочешь ли ты Аллилуйя, седьмой стих, больной отвечает ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня, Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи, Аллилуйя, представь, этот человек сразу начал рассказывать, Иисус, ну, есть такие-то обстоятельства в моей жизни, Иисус, я вижу вот это, я вижу своими глазами вот эту проблему, вот это, вот это, вот это, и как это похоже иногда на нашу жизнь, ты можешь показать себе тысячу и одну причину, почему ты до сих пор еще не исцелен, ты можешь показать какие-то доводы, приводить для себя, и они могут казаться логичными, но Божий ответ на эту проблему, Он исцеляет его, и Он говорит, вставай и ходи, и я хочу сейчас, чтобы ты обратил внимание еще вот на что, знаете, я взял специально тот же более глубокий перевод для того, чтобы ты увидел о том, что исцеление, оно происходит так же, когда помазание начинает двигаться, что-то происходит, Иисус, увидев этакого лежащим там и узнав о том, что Он уже долгий срок имеет болезнь, говорит Ему, ты желаешь в здорового превратиться? Дорогой друг, желай превратиться в здорового сегодня, Аллилуйя! Недомогающий ответил Ему, Хозяин, у меня нет человека, так, чтобы, как только взволновалась вода, бросил бы меня в бассейн, а когда я сам добираюсь до туда, другой задолго до меня спускается в него. Дорогой друг, может быть не было у тебя такого человека, который бы взял и бросил тебя в эту воду, который бы погрузил тебя в силу, который бы погрузил тебя в помазание кожи. но сегодня есть люди, ходатай, которые призваны погрузить тебя в эту воду. Когда начнет эта вода бурлить, когда сила Божья начнет высвобождаться, значит, просто погружайся в эту воду. Просто пусть ни одна мысль тебя не остановит. Когда начинается это бурление, когда начинается какое-то проявление в своем теле, сразу же принимай свое чудо, начинай благодарить Бога, начинай прославлять Его. Дорогой друг, если ты не один, если ты ощущаешь призыв к молитве за какого-то человека, который находится в твоем окружении, когда будет молитва, начинай возлагать руки, будь тем человеком, который возьмет и кинет этого человека в помазание Божье, который кинет этого человека в эту бурлящую воду и произойдет исцеление. Давайте посмотрим дальше. Иисус говорит ему, встань, подними с земли циновку твою, а затем вступай твердую поступлю. Аллилуйя! Как это отличается от того перевода синодального, который мы привыкли слышать. Там просто сказано встань и иди, но здесь также говорится, как мы видели в предыдущем исцелении. Он говорит, поднимись и ступай твердой поступью. Вот это тот момент, когда ты в помазании начинаешь смело ступать, когда ты начинаешь благодарить Бога за то, что Он уже прикоснулся и благодаря Его высвобожденной силе ты принимаешь полное исцеление. Дорогой друг, я призываю сейчас тебя, чтобы твое сердце было открыто, чтобы влияние Божье распространялось на тебя и через тебя. Аллилуйя. Когда ты начинаешь ощущать то, что происходит внутри, когда ты начинаешь ощущать движение помазания, будь как тот человек, которому сказали начинай ступать твердой поступью, начинай ходить в вере. Даже если ты еще может быть на этом служении в эфире, не ощутишь явных изменений, но ты переживешь помазание Божие, друг, я призываю просмотреть эту молитву еще несколько раз. Бог сказал, что Он будет исцелять. Дух Святой помазал эту молитву на исцеление, и твоя жизнь будет меняться. Я хочу рассказать один из примеров, что происходит. Неважно, прямой это эфир или же это запись. В моей жизни произошел момент, когда я понял, что служение Божьего Слова, движение Духа Святого, оно не ограничено и не привязано к какому-то дню. То Слово, которое Он высвобождает, то Слово, которое говорит Бог через мои уста или через уста какого-либо другого служителя, это Слово пребывает вовек. Я с командой друзей смотрел как-то эфир одного из служителей, не буду называть имя. Я сидел, во время молитвы на меня просто как будто одеяло покрывало, опустилось, и я сидел, переживал такое сокрушение, такую славу Божию, просто слезы лились ручьем, внутри что-то происходило, Дух Святой менял внутренность. И когда закончилась молитва, я там уже вытираю все, слезы, сопли, что это вообще было, поворачиваюсь. И мне один человек говорит, такое ощущение, как будто мы на небесах просто побывали. Дорогой друг, это Слово сильно менять себя, это Слово сильно реформировать твою жизнь, и это будет происходить. Аллилуйя. Я хочу призвать каждого из вас, каждого открыть свое сердце. Сейчас, когда будет поклонение, когда мы будем открывать наши сердца, будем с расположением вкушать этот дар Божий. Пусть твое ухо будет открыто, когда команда будет молиться, когда команда будет высвобождать то Слово, которое Отец приготовил для тебя. Просто принимай. Я призываю тебя быть как тот человек, который вцепился глазами, который рассмотрел помазанка Иисуса в этих апостолах. Я призываю тебя к максимальной концентрации на Духе Святом. Пусть это движение реформирует полностью твое жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Он заботлив ко мне, святая любовь наполняет везде, как веткая я внусь под ветром его благодати. Когда размышляю о славе твоей, уводит без страхи сомненье, и я понимаю, то, как ты велик, любовью даешь утешение. О, как он любит нас. О, как он любит, как он любит нас. О, любит то, как он верн PK, он забудет ко мне, святая любовь наполняет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой, дорогой друг, я призываю сейчас, просто закрой свои глаза, положи руку на свое тело, положи руку сейчас на то место, где была боль, где было какое-то заболевание. Помазание Божье сейчас проходит через твое тело, пусть от штука твоего, Господь, распадается всякое ермо, всякая болезнь, немощь, боль. Я объявляю тебя вне закона, и я приказываю тебе выйти из тела. Пусть прямо сейчас помазание Божье, помазание Божье, оно насыщает, насыщает тело. Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Иисуса Христа, я приказываю всякой болезни глаз, все то, что давлеет, все то, что разрушает зрение прямо сейчас. Прощься, Тире, лей, дай, по лойде сей, Дух Святой, я благодарю тебя за то, что достаточно твоей благодати для того, чтобы глаза прозрели. Я говорю, достаточно благодати для того, чтобы зрение восстанавливалось. Тире, лей, дай, по лойде сей, прямо сейчас глаза откройтесь, прямо сейчас. Прозрение Тире, лей, дай, по лойде, дикий лей, дай, по лойде сей, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Аллилуйя, Аллилуйя, пусть помазание твое сейчас воскрешает все то, что умерло. Прямо сейчас Дух Святой начинает возобновлять клетки в теле, которые омертвели. Там, где ты ощущал какое-то поражение, сейчас происходит замещение клеток, сейчас происходит появление новых клеток. Плачь в теле, био-сей, пусть прямо сейчас печень полностью исцелится. Сейчас новая печень. Плачь в теле, био-сей, давайте по лойде, дикий лей, дикий лей, отельろ. святой дух святой аллилуйя помазание твое сильно исцелить от всякого недуга сильно исцелить любое заболевание дух святой дух святой дух святой ты сказал что имею то даю и пусть твое помазание сейчас реформирует тела я провозглашаю полное исцеление во имя иисуса во имя иисуса сейчас есть какой-то человек и ты в своем теле ощущал давление чего-то сверхъестественным ты не знал что это но это был дух который давал тебя мысли о этой болезни этот дух который проявлял боль в твоем теле я прямо сейчас провозглашаю свободу во имя иисуса прямо сейчас всякий дух который стоял за заболеваниями я приказываю тебя покинь тело тяйлер и до 100 лорадей во имя иисуса огонь 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 теле рада и народа 100 лорадей во имя иисуса принимая исцеление прямо сейчас этой свободой принимай полное исцеление возобновление новый ресурс твоем теле прямо сейчас ты начинаешь ощущать прилив сил потому что этот дух который высасывал энергию из твоего тела он покинул тебя начинай славить бога начинаю возвеличивать его имя принимая исцеление славь его аллилуйя 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 славься иисус аллилуйя 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 дай лесов о лоре дэй мы славим тебя без под мы возвеличиваем тебя за то что нескудила рука твоя дающая мы благодарим тебя за то что прямо сейчас перстом твоим возобновляется каждое тело дух святой дух святой ты прямо сейчас проходишь через тела людей просто проходишь через каждого человека в прямом эфире каждого кто будет смотреть в записи дух святой я благодарю тебя за то что ты прямо сейчас восстанавливаешь скелет ты возобновляешь костную ткань и я провозглашаю исцеление исцеление позвоночника прямо сейчас я говорю каждый позвонок стань на место торе блин это поиски ты всякая боль в позвоночнике прочь по имя иисуса креста я говорю что нет никакого основания для боли в спине сейчас полное восстановление исцеление во имя иисуса исцеление отец новые кости новые суставы дорогой друг если у тебя есть проблемы с суставами просто возложи сейчас руку если ты знаешь что в твоем окружении есть такой человек прямо сейчас возлагай руки на его суставы возлагай руки прямо сейчас пусть помазание двинется просто возьми начни приказывать этой болезни скажи болезнь ты вне закона в этом теле и я приказываю тебе прочь сайпире лейра деплай сетей исцеление наполняет суставы исцеление наполняет кости огонь 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 то сентира деплеса файлара дей отец спасибо тебе за то что прямо сейчас приходит огонь твой и сокрушает всякую немощь приходит огонь твой огонь духа святого и искореняет всякую боль всякую болезнь то сайпире лейте я лайклайда лоу и роликера блесит и помазали твое помазание твое помазание твое помазание твое связки восстанавливаются дух святой сейчас восстанавливает связки там где был какой-то разрыв прямо сейчас исцеление во имя иисуса там где был какой-то разрыв в теле сейчас есть человек у тебя разрыв связок или каких-то сухожилий в теле принимай полное исцеление сейчас новые связки обновление 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 твое вот дух святой халилюя славься иисус славься господь аллилуйя 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 то и филирит и твой ст и ритей глиротов я прямо сейчас я прямо вижу как какие-то наросты на трубчатых костях какие-то деформации костей прямо как вот суставы они как вывернуты не в ту сторону в которую должны быть физиологически я прямо сейчас провозглашаю исцеление выпрямление все как волна сумма я просто говорю тебе болезнь убирайся прочь во имя искусствия я просто говорю что полностью опорно-двигательная система она функционирует норме всякие артрозы артриты они прямо сейчас уходят из твоего тела просто говорю расслабься сейчас расслабься в этом божьем присутствии просто прими приметное исцеление верой господь я прошу тебя просто сказать каждому человеку принять принять просто взять открыть свое сердце для того чтобы это исцеление нужно просто течь в него прямо сейчас я просто благодарю тебя господь за любовь твою которую ты сбиваешь прямо сейчас каждому человеку который сейчас смотрит нас я просто говорю любовь твоя она наполняет сердце уходит всякая горечь всякая обида то что связывало многие годы я просто говорю нет этого больше я говорю что искусством есть путь истины и жизнь будь истины и жизнь и нет никакого проклятия нет никакого проклятия нет прошлого не цепляйся сейчас за прошлое его нет его просто нет потому что искусство своей кровью все проклятие всякие долги всякие немощи и болезни просто смыта на кресле я благодарю Я хочу тебя, Иисус, за то, что ты любишь нас, за то, что ты любишь каждого человека, за то, что ты просто проникаешь в сердце каждого человека прямо сейчас, Господь. И по мозгаме твое, оно действует, и сила твоя, она действует, Господь. Сила, она мощно входит, Господь, но в телах, в души, Господь, но ты восстанавливаешь. Я прямо сейчас вижу, как какая-то эмоциональная сфера, и нету никаких эмоций, как будто бы серый день, как будто нету никакой не радости, и просто вообще даже слез нету, ничего нету. И просто приходит ясный день, приходит эта прекрасная солнечная улыбка, и просто приходит радость твоей телу, радость твоей духу, радость твоей души. И просто жизнь, она просто берет, и новый смысл в жизни появляется. Хочется жить, жить, хочется жить, Господь, но я благодарю тебя, что ты даешь это желание жизни, ты даешь это счастье, это счастье пребывать в себе, Господь, но ты так благо, Иисус, Иисус, Иисус. Благодарю тебя, Иисус. Я вижу, как Господь восстанавливает зрение, кто-то очень плохо, очень слабо видит, и я вижу этот процесс, как Господь прямо сейчас начинает восстановительный процесс. Не удивляйся, что ты лучше будешь видеть, не удивляйся, что будет четче картинка, не удивляйся этому. Аллилуйя, Господь уже начал этот процесс, и с каждым разом все будешь лучше и лучше видеть. Аллилуйя, Господь, ты так благ, спасибо тебе, Иисус, Иисус. Аллилуйя, Господь, я вижу, как Господь восстанавливает хромоту, человек хромал, я не знаю, это какой-то травмы или от чего. Я вижу, как Господь просто берет эти ноги и разминает их, и хромота уходит. Я прям вижу, как Иисус просто своими руками прикасается к ногам, во имя Иисуса будет. Благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Отец, за это исцеление, Господь. Полная эта хромота уходит просто. Приходит полное восстановление, полное исцеление, Господь. Аллилуйя. Эссенция, верующие. Боль в локте уходит, у кого-то очень сильно болит локоть, кто-то ударился, и просто вот эта вот боль, она не оставляет его, как ноющая такая боль, как говорят, а не на погоду, но это все ложь. Вот эта боль, она уходит во имя Иисуса Христа, прямо сейчас Господь просто прикасается, прикасается к этому локтю, и всякая боль удаляется прочь во имя Иисуса. Проверяй свой локоть, просто старайся его разогнуть, и ты увидишь, что не будет никакой боли, потому что Господь, Он прямо сейчас, прямо сейчас, Аллилуйя, исцеляет тебя. Аллилуйя, Иисус, мой дорогой щит, Аллилуйя. Я также вижу, что Господь снимает время с плеч человека, это время какой-то чажести, это... Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса. Ты очень себя в чем-то винишь, и это груз такой на плечах твоих, и ты несешь его, и тебе как больно, и тебя это не оставляет, и ты как будто даже сгибаешься под этим грузом, твои плечи, они как будто бы так согнуты. Ты горбишься от этого груза, потому что тебе так тяжело, тебя не покидает это чувство вины, и я вижу, как Господь берет и убирает это время с твоих плеч, и ты просто снимает одним щелчком, и просто оно уходит, и приходит вот это облегчение, и как вижу, вот даже осанка, она выпрямляется, и ты, и ты просто выпрямляешься полностью, и легкость приходит, что ты даже удивишься тому, как легко тебе дышится, как легко тебе будет дальше идти. Аллилуйя, спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, Дух Святой, за твою работу, что ты совершаешь в каждом человеке, Господь. Аллилуйя, славься, 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 Господь, Аллилуйя, 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 Дорогой друг, ты можешь еще продолжать молиться, дух что-то хочет еще двигаться, он хочет еще исцелять, просто сконцентрируйся на нем, просто сейчас, чуть-чуть, наиграйся еще и громче, Аллилуйя, просто обрати внимание на его движение внутри, ощущи внимание на то, что он производит сейчас, буквально еще пару мгновений, Бог хочет еще говорить, он хочет действовать, он хочет влиять. Аллилуйя, Аллилуйя. Он должен, как человек, он берет и сконцентрировался на своей болезни, он берет и просто как живет ее каждый день, он размышляет о ней. Он просто размышляет о ней Он ни о чем не может думать Он читает в интернете о ней Он просто берет и живет этой болезнью И я тебе прямо сейчас говорю Что Бог не хочет этого Он не дал тебе эту болезнь Он хочет, чтобы ты отпустил Чтобы ты смотрел через эту болезнь на Иисуса И чтобы Иисус просто нейтрализовал это Просто забудь эту болезнь Просто оторви и выкинь Не согласись с ней Просто возьми и выкинь эту болезнь Она тебе не нужна Ты просто такой Не думай больше о ней никогда Никогда не возвращайся к этому Просто говори, что Иисус меня освободил Иисус меня исцелил Господь, мы так благодарны Тебе Мы благодарны Тебе за то, что мы Твои дети И мы благодарим Тебя, что у нас есть осознание Что Ты в нас А Вы в Тебе, Господь И это осознание, оно дает нам силу И я просто говорю каждому человеку Через которого хоть когда-нибудь двигался Бог И Вы знаете, о чем я сейчас говорю Просто примите эту силу Примите вот это полазание На исцеление, на освобождение Потому что Господь, Он призвал каждого из нас Для того, чтобы у каждого есть круг жизни И есть люди, которые нуждаются прямо сейчас Прямо сейчас нуждаются в том, чтобы Вы сказали Это Слово с неба Это Рема Просто чтобы оно вошло в вид Чтобы оно исцелило их Чтобы оно ободрило их Я просто говорю Просто вождаются дары Дары пророчества Просто возьми и прими Возьми и прими Не бойся Будь смех Пускай придет это дерзновение Прямо сейчас На каждого из Вас И я благодарю Тебя Господню Потому что Дух пророчества Бог хочет, чтобы все мы пророчествовали Один за другим И потом рассуждали Просто бери и действуй Не смотри по сторонам Если раньше Тебе это не разрешали Говорили, что это не от Бога Что это что-то не так Что ты можешь что-то от Тебя сказать Просто бери и действуй Потому что Бог хочет двигаться через Тебя Он хочет двигаться через Твои уста Он хочет двигаться через Просто Твои руки Бери и послакай руки свои Потому что написано И каждый, кто нуждается Каждый, кто болен Призовите Тебя свитера И пусть помолятся за Вас И Дух Святой Он двинется прямо Прямо на том месте Где Вы находитесь Я благодарю Тебя Господь Я благодарю Тебя Иисус Аллилуйя 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 Славься, 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 Господь Аллилуйя Чуть-чуть тише Аллилуйя Дорогой друг Сейчас то время, когда Дух Святой хочет помазывать еще больше Если ты видел в своей жизни проявления чудес исцеления Если ты видел Как Дух Святой действует через тебя в жизни людей Сейчас то время, когда Он хочет умножить Он хочет возложить на тебя еще больше силы своей Просто ты можешь поднять руки к Нему Дух Святой Пусть прямо сейчас имеющему приложится Пусть сейчас умножится проявление исцеления твоего Отец каждому Каждый, кто жаждет видеть исцеления в своей жизни Пусть сейчас умножится помазание твое Ощутимо Ощутимо сейчас наполняй 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 Сейчас есть люди, которые начинают ощущать как физически Густое масло изливается Принимай Принимай помазание на исцеление Принимай помазание на чудотворение Кто-то начинает ощущать густую субстанцию на своих руках Просто ты можешь сейчас возлагать руку и начинай молиться за кого-то Принимай 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 Наполняй Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Сейчас приди этим ответом Наполни каждого служителя Наполни каждого, кто жаждет видеть исцеления в своем служении Блий рада лойде сей Господь, мы осознаем то, что это Твое движение Мы осознаем то, что это Твое служение И мы благодарим Тебя за то, что Ты делишься с каждым из нас Этим желанием идти к людям, молиться за них, говорить Слово Твое Слово Твое, благовествовать и быть распространителями свободы Твоей Славься, Иисус! Славься, Господь! Славься, Великий! Всемогущий! Вездесущий Царь! Тебе вся хвала! Тебе вся честь! Халлилуйя! 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 И давайте прославим нашего Бога! Халлилуйя! Халлилуйя! Дорогой друг, мы так рады, что Ты был с нами Пусть Божье исцеление, Божья работа в Твоей жизни Она не останавливается ни один день Пусть то, что Ты получил сегодня, будет прорастать в еще больший плод Пусть то семя, которое Ты принял, пусть то помазание Оно умножается каждый день Твоей жизни Пусть это вещь, это субстанция, которую Ты принял Она будет не просто как игрушка для Тебя Но она будет мощным инструментом для Тебя и жизни многих людей Халлилуйя! Я благословляю Тебя, дорогой друг! Славься, Иисус! Халлилуйя!